Весна, май, а точнее говоря, конец мая. Это не только День Победы, который мы уже отпраздновали, это еще и День Рождения Комсомольской Правды. 92 года. Как совместить май, пору цветения и праздник газет Комсомольской Правды и всего издательского дома? Мы решили просто взять это и сделать, да еще и приурочить это к Году Экологии, который отмечается в России. Именно поэтому в Доме Отдыха Ветеранов мы решили посадить деревья. Ну а как все это будет происходить, вы обязательно увидите прямо сейчас. Акция началась у нас еще в апреле. Мы озеленяем московские дворы по акции «Миллион деревьев». А сегодня, наверное, такой уже заключительный этап, последняя дата календарная, в которую мы озеленяем московские дворы. Причем дворы не только домов, многоэтажек, но в том числе и дворы объектов социальной, скажем так, инфраструктуры, социальной сферы. И вот сегодня мы на территории Дома Ветеранов высаживаем, скажем так, доозеленяем. Уже и так неплохо ухоженный озелененный двор, но вот этот случай показывает, что нет предела совершенства. И всегда можно хозяйским взглядом, скажем так, осмотреть то пространство, которое вас окружает. И найти еще местечко, да? Да, и найти еще местечко для зелени, для чего-то красивое. Где-то, может быть, клумбочку разбить, где-то кусты подсадить. Если раньше надо было даже, чтобы посадить куст, надо было разработать проект, это, ну, практически было невозможно. Инициатива жителей непосредственно, она, конечно, ну, была погашена. То есть люди просто четко понимали, что это невозможно, да? Доозеленить свой двор. Вот мы такую возможность им предоставили. Все упростили. Сейчас принимаем, в том числе, заявки на портале «Активный гражданин». Там проходит голосование, в том числе. В этом смысле акция стала народной, именно потому что она доступная. Мы предоставляем посадочный материал. То есть у нас есть буклет разработанный, он тоже на сайте акции, скажем так, размещен. Это где-то около 80 номинований деревьев и кустарников, которые произрастают в средней полосе Российской Федерации, адаптированы к нашим московским условиям. Бау-баба и пальма мы не высаживаем, слава богу. Еще не настолько климат у нас потеплел в Москве, чтобы эти деревья можно было высаживать. Но в основном, вот в этом году самое популярное дерево – это липа. Липа, клен, береза, каштан. Вот, наверное, такие деревья являются очень популярными у москвичей. А из кустарников лидирует всегда сирия. Наменований много, поэтому можно и фруктовые деревья, и сажать, и хвойные. В этом смысле кто на что гораст. Вы сказали, что сегодня последний день, но ведь акция же, в общем-то, не заканчивается. Последний день просто, когда можно сажать, да? Последний день высадок именно весеннего этапа акции. У нас еще осенний этап. Мы, как правило, осенью высаживаем в три раза больше деревьев, потому что осенние посадки у нас в приоритете. Они более качественные по приживаемости. В связи с тем, что сейчас практически весны не было, еще стояли холода, поэтому нам можно сказать, что вот этой весной повезло, что мы совершенно, ну скажем так, по погодным условиям высадили зеленое насаждение. Я надеюсь, что приживаемость будет намного лучше, чем прошло весной. Итак, друзья, ну вот и все. Ну как сказать все? То есть все продолжается на самом деле, но уже где-то в финальной стадии. Посадили деревья, посадили кустарники. Я напоминаю, что все это было приурочено и ко дню рождения Комсомольской правды. 92 года газете Комсомольская правда. Помимо всего прочего, не забываем, что это год экологии. И Департамент природопользования Москвы помогли нам с посадочным материалом. И 35 деревьев, 63 кустарника теперь будут украшать вот этот замечательный пансионат отдыха для ветеранов Великой Отечественной войны, что напоминает нам еще об одном празднике, о дне победы. И такие акции, естественно, будут продолжаться с комсомольской правдой.